А чем красили? Краской. Сначала струи, потом грунтонкой, а потом краской. Пересечение улиц Гурьева и Михалевича, музей боевой техники, первая остановка рабочей группы в составе главы Раменского городского округа Виктора Неволина, представителей Раменской управляющей компании, дорожной службы, МБУ, содержание и благоустройство, а также заместителей главы администрации. Напомним, благоустройство сквера началось осенью прошлого года. Здесь выложена тротуарная плитка, установлено, освещение приведена. В порядок военная техника. Необходимо устранить лишь несколько замечаний. Все ли вас устраивает по окончанию благоустроительных работ? Вы же видели, как может устраивать сухая трава. Но объективно траву рулонную раскатывали под зиму. Заканчивали работы под зиму. Было холодно и по всей видимости поэтому гарантийный случай траву заменим сейчас. Рулонную раскатаем там, где сухая трава заменим. А так, я в принципе доволен тем, что благоустроенное новое место, где в принципе есть тихая парковая такая зона, освещенная зона. И ту военную технику, которую мы немножечко подреставрировали, теперь люди с удовольствием за нее фотографируются. Следующая остановка автобуса – улица Космонавтов. Здесь проинспектировали дворовые территории. Детские и спортивные площадки необходимо привести в надлежащее состояние после зимнего периода. 1 апреля был дан старт месяцу чистоты. Работы по уборке территории заканчиваются. Наступает следующий этап – комплексное благоустройство. Учитывая, что есть определенные сложности с дефицитом средств, мы говорим по содержанию города, мы средства не сокращали. Жители всегда хотят, чтобы появились еще и еще и еще объекты, которые не стоят ни один, ни два миллиона. Даже сегодня мы обсуждали на заседании администрации, какие объекты могут появиться, например, в Кривцах. Люди просят, есть чистое поле, но поле, извините меня, полгектара, если мы с вами ставим детские площадки на, допустим, двух-трех сотках, и это стоит около 10 миллионов, то представляете, сколько стоит объект благоустройства, который располагается на полгектара. Ну, даже если это с ландшафтным дизайном, потому что проект прорабатывался. То есть для этого нужны достаточно большие средства. Мы исходим из того, сколько у нас есть средств. На сегодня достаточно сжатые возможности, но в планах благоустройства все равно мы должны же слышать людей, которые просят сделать то-то или то. Будем смотреть, что можно где урезать, где можно найти деньги, где поэтапно реализовать эту программу. Пользуясь случаем, представители выездной администрации проверили ход работ по выполнению областной программы ремонта подъездов. Программа продолжается, и мы видели подъезд, в который заходили, там были заменены стояки, там уже совсем будут заменены перила, будут заменены окна, межэтажные окна на пластиковые, освещение будет заменено. То есть есть стандарт, утвержденный в Московской области, который будет в каждом подъезде реализован. Рабочую группу сопровождают и представители Центра управления регионом. Все выявленные нарушения зафиксированы и взяты на контроль. Екатерина Фролова и Егор Кабанов. Раменское телевидение.